Как живут русские молокане в Азербайджане. Фоторепортаж. Чистые улочки, аккуратные домики, свежий, словно прозрачный воздух и скромные, трудолюбивые люди. Своеобразные традиции, уклад жизни, сложившиеся в Ивановке столетиями, отличают это молоканское село от всех остальных в Азербайджане. Жители Ивановки называют себя молокане, что, как сами они объясняют, означает питающиеся чистым, как молоко, словом Божьим. Молокане, несколько веков назад, были высланы из России за нежелание принимать российскую церковную реформу. В XVIII веке старообрядцы были сосланы в Астрахань, а в первой половине XIX века – на Кавказ, что было частью царской политики русификации завоеванных территорий. В Азербайджане у них изначально сложились добрые отношения с местным населением, так как молоканская вера во многом совпадает с исламом, свинину есть нельзя, употреблять спиртное тоже. Как отметил в беседе с корреспондентом Москва-Абаку пресвитер церкви духовных христиан Молокан Василий Прокофьев, единственный источник вероучения у Молокан – Библия. Мы не признаем святых и таинства, у нас нет икон, священников, мы не берем в руки оружие. У нас нет привычной для православных церкви. Религиозные службы и обряды проводим в молельном доме. По воскресеньям на службу собирается вся община, рассказывает Василий Терентьевич. Прокофьев, как и его дед и прадед, родился в Ивановке. Долгое время работал трактористом в колхозе и в церковь не ходил. С возрастом понимаешь, что главное в этой жизни – служение Господа и гармония души, улыбается пресвитер. Жители Ивановки отличаются особым трудолюбием и дисциплиной. Продукты из Ивановки пользуются большим спросом у бакинцев. В азербайджанской столице успешно работают несколько магазинов, в которых всегда можно купить сельский творог, сметану, соленье, масло, мед, лапшу. Нерафинированное подсолнечное масло производят в небольшом маслобойном цехе. Здесь чувствуется запах семечек. Как отмечает в беседе с корреспондентом Москва-Баку директор маслобойного цеха Василий Прокофьев, цех действует с 1970 года. Здесь в ходу оборудование 1870 года, только привод на конные тяги переделали в электрический. Сначала в специальном комбайне отбиваем семечки от шелухи, потом на мельнице перемалываем в муку и замешиваем ее, затем обрабатываем ее до 100 градусов и в конце отправляем в ступку под пресс и выжимаем свежее масло, рассказывает Василий Прокофьев, никаких химических примесей. Все точно так, как делали наши прадеды сто с лишним лет назад. В месяц наш цех производит около двух-трех тонн масла, часть из которой распределяется колхозникам на зарплату, а часть, поступает в продажу. Сегодня Ивановка, единственный в Азербайджане колхоз. И, к слову, весьма преуспевающий, колхоз носит имя Николая Никитина, которому в далеком 1953 году удалось восстановить пришедшие в запущенный вид экономически слабые хозяйства. В 1958 году колхозом стал миллионером. Николай Васильевич проработал в должности председателя долгих четыре с лишним десятилетия, и все это время хозяйство было в передовых. В колхозе им.Никитиной сегодня развивается промышленность. Помимо масла, в Ивановке выпускают также молочную, сельскохозяйственную и медовую продукцию. По словам заместителя председателя колхоза Василия Улюпина, в Ивановке проживают 3,5 тысячи человек, из которых половина трудится на различных предприятиях. Среди членов хозяйства русские и азербайджанцы, белорусы, лесгины. И этот факт здесь считают самым ценным. Когда-то наш колхоз был миллионером, одним из богатейших в бывшем СССР. Во время земельных реформ в Азербайджане в 1996 году мы очень переживали, что хозяйство будет разрушено. Но после встречи с общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым успокоились. Тогда Гейдар Олевич сказал, были бы все хозяйства, как ваши, земельная реформа бы не потребовалась. Работайте, как привыкли, больше не беспокойтесь, рассказывает В.Урюпин. Один из самых интересных пунктов гастратура в Ивановку – мастер-класс по приготовлению знаменитой молоканской лапши. Мастерицы по лапше 78-летняя Анастасия Казакова и ее дочери Марина и Татьяна, замешивают тесто и делятся кулинарными хитростями с гостями из Баку. Молоканскую лапшу готовят вручную, практически на одних домашних яйцах. На 10 яиц нужно взять 1,5 килограмма муки и 2 столовые ложки соли. Никаких других ингредиентов не требуется, рассказывает Анастасия Тимофеевна. Тесто следует тщательно замесить до нужной плотности, чтобы не прилипало к рукам, а после – раскатать в тонкие пластинки, которые подсушивают на садже. Затем высушенное тесто заворачивают в полоски и тонко шинкуют. Процесс долгий, но за душевными разговорами и интересными историями время летит быстро. Такой лапшой угощают как на свадьбах и семейных торжествах, так и на похоронах. Варят лапшу на жирном говяжьем бульоне или на бульоне из домашней курицы. По местным правилам, ложка в лапше должна стоять. Однажды на свадьбу мы приготовили лапши на 200 человек. На это ушло 150 яиц. Смеется мастерица. Анастасия Тимофеевна живет в Ивановке всю жизнь. Здесь выросли ее трое детей. Дочери живут по соседству с ней, а сын в середине 90-х переехал в Россию. Женился там, обзавелся детьми. А я никуда переезжать не собираюсь, говорит Анастасия Казакова. Здесь моя родина и мой дом. Кандидат в мастера спорта по конкуру Елена Овчинникова родилась и выросла в Баку. С детства занималась в конной спортивной секции, участвовала во многих соревнованиях. Елена – профессиональный тренер-преподаватель. Пять лет назад получила звание тренер года за работу в детской юношеской спортивной школе Олимпийского резерва. Когда занялась разведением лошадей, переехала в Ивановку. Стараюсь создать для лошадей условия, максимально приближенные к естественным, говорит Елена. Сейчас она воспитывает молодого жеребца галштинской породы по кличке Мажор. Этому гнидому красавцу с сердечком во лбу почти два года. Он, как настоящий мажор, любит позировать, и просто обожает свою хозяйку. Елена считает себя продолжателем династии конников. Ее дочь Александра обучает детей в конной спортивной школе в Баку, а сын Аким, кандидат в мастера спорта, тренируется в Краснодаре. В Ивановке живут удивительные люди, трудолюбивые, честные и чистые душой. Они уверены, что только труд и вера во Всевышнего могут дать человеку истинное счастье и гармонию. Ивановцы продолжают жить на этой земле и не думают переезжать. Как и прежде работают, отдыхают, женятся, отмечают вместе праздники и дни рождения. Они искренне верят в то, что их родное село никогда не опустеет. Редактор субтитров А.Семкин